Доброе утро! 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 Давайте посмотрим на офици 2004 года. Вззращаемся к подходам к обучению грамматики. Первый подход – это сознательное обучение. А второй подход, который используется в ряде учебников как российских, так и зарубежных, это путь имитативный. То есть детям даются фразы в контексте, дается грамматический материал в контексте, затем дается материал упражнений для анализа, для того, чтобы дети могли сами постараться вывести закономерности и правила. Вот такой подход, например, используется в курсе New Millennium English. И с точки зрения авторов курса Enjoy English, они используют прежде всего сознательное обучение, а имитативный путь они рекомендуют использовать как дополнение. Это именно авторская концепция данного курса. О имитативном пути, точнее об индуктивном обучении грамматики мы с вами поговорим в рамках другого вебинара, более подробно, ближе к осени. И еще одна особенность курса Enjoy English это использование грамматического моделирования. Вот об этом давайте поговорим чуть подробнее. Что такое грамматическое моделирование, откуда оно появилось и зачем используется. Несколько вопросов сразу отвечу. Алексей, извините за беспокойство, в прошлый вебинар у меня в конце пропал интернет. Как получить сертификат? Спрашивает Светлана Бабашева. Я прошу прощения, если ударение неправильной фамилии поставил. Уважаемые коллеги, если у вас были проблемы со скачанием сертификата, напишите на адрес connect.sobaka.english-teachers.ru Так, какие у нас еще вопросы и комментарии? Мы тоже учимся по Enjoy English. Кто-то пишет, но его считают морально устаревшим несколько. Уважаемые коллеги, вы знаете, очень сложное понятие морально устаревшего. Дело в том, что если учебник работает, если он содержит современную информацию и современные подходы, то он, в общем-то, не устаревший. Дело в том, что учебник, конечно, должен ориентироваться на реалии современной школы. И для этого он проходит экспертизу. Для того, чтобы попасть в федеральный перечень, учебники должны пройти две экспертизы. В Российской академии образования, там, где смотрят на педагогическую, на методическую сторону учебников. И в Российской академии наук, которая проверяет, соответствует ли информация в учебниках современным научным представлениям. Поскольку Enjoy English, эти экспертизы прошел и входят в федеральный перечень, то с точки зрения научной и методической его устаревшим никак нельзя назвать. Конечно, нам всем свойственно желание чего-то нового. Мы постоянно, если мы год по одному учебнику проработали, то, когда к нам приходит следующий класс, мы пытаемся какую-то информацию еще взять, дополнить, поменять что-то. Вот если вам хочется дополнить каким-то образом учебники, то вы можете использовать обучающие компьютерные программы, о которых мы сейчас будем говорить. А также к каждому учебнику есть онлайн-каталоги бесплатных поурочных интернет-ресурсов. Вы можете дополнять, расширять настолько, насколько требуют условия вашего класса. Если вам требуется. Так вот, продолжаем. Одна из особенностей учебника Enjoy English – это использование грамматического моделирования. Откуда взялись эти модели? Вообще, само появление моделей обязано своим рождением теории поэтапного формирования умственных действий. Эту теорию сформулировал выдающийся отечественный психолог и педагог Петр Яковлевич Гальперин. И в рамках этой теории стало возможным достижение новых горизонтов обучения. Теория Гальперина используется, легла в основу не только огромного количества учебных курсов в России, но и за рубежом. Давайте посмотрим на эту теорию поподробнее. Что такое умственные действия с точки зрения этой теории? Умственные действия – это действия, на самом деле, предметные. Но сначала они выполняются с опорой на внешние объекты или образцы, а затем, проходя ряд этапов, например, создание мотивации, а для этого детям объясняется, зачем мы что-то делаем, почему им это пригодится, чтобы они понимали, действия были сознательными, составление схемы ориентировочной основы действий, используя внешних опор, выполняют дети реальные действия, то есть это как раз основа деятельностного подхода, проговаривают вслух, комментируют свои действия и так далее. То есть через ряд этапов эти действия становятся автоматизированными. И грамматические модели здесь нам как раз помогают обучать обобщенным действиям и конкретизировать сложные абстрактные понятия. Вот об этом давайте поговорим чуть подробнее. Почему грамматике так тяжело обучать? Одна из причин заключается как раз в том, что грамматика – это очень-очень абстрактная наука и абстрактная система. Если вы позволите, я вам задам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, зачем нам вообще нужно учить грамматику, когда мы изучаем какой-то иностранный язык? Для чего нам грамматика нужна? Вера Николаевна комментирует. Для того, чтобы говорить, чтобы грамотно говорить хорошо, чтобы правильно, правильно строить предложение, правильное оформление речи. Коллеги, посмотрите, мы в основном говорим про правильность. А скажите мне, пожалуйста, мы на родном языке, на русском, всегда говорим грамматически правильно? Вот как из вашего опыта, всегда ли мы абсолютно по правилам строим предложение, соблюдаем согласование и так далее? Нет, не всегда. Правда же? Тогда возвращаемся к вопросу. Если мы не всегда говорим по-русски правильно, кстати, из вашего опыта общения, а англичане всегда грамматически правильно говорят? Тоже нет, далеко не всегда. Тогда я повторю вопрос. Ваш ответ был, для чего нам нужна грамматика? Для того, чтобы говорить грамотно, для того, чтобы говорить правильно. А давайте теперь еще разок подумаем, для чего же нужна грамматика, если ни мы далеко не всегда правильно грамматически говорим, ни носители английского языка далеко не всегда говорят правильно. Но посмотрите, сколько раз мы детям говорили и говорим постоянно, что двойное отрицание в английском языке недопустимо. В американском варианте английского языка абсолютно нормальное явление, хотя, слава богу, не у всех, для человека сказать I don't know nothing. Конечно, это не очень образованно звучит, но нормально совершенно говорят. Писать грамотно связанная речь, чтобы понимать вообще, что говоришь, выражать нюансы речи. Вот я, пожалуй, соглашусь с Ириной Царевой, я чуть-чуть только перефразирую, и то, что пишет Мария. Грамматика нам нужна для того, чтобы мы могли наиболее точно передать нашу с вами смысл того, что мы вкладываем в предложение. Грамматика позволяет как раз самые тонкие нюансы речи передать. Вспомните, например, модальность. Мы же говорим, например, о том, как мы относимся к какому-то событию. Оно должно произойти? Оно реально или оно нереально? Желаемо оно или нежелаемо? То есть грамматика позволяет нам не только построить предложение грамматически правильно, как вы совершенно верно отметили, но и передать наиболее точно самые тонкие нюансы речи. И вот проблема в том, что для того, чтобы овладеть этой целой системой понятий грамматических, ребенку приходится преодолеть сразу несколько сложностей. Во-первых, самая большая проблема заключается в том, что грамматика — это понятие абстрактное. А у ребенка в начальной школе абстрактное мышление пока еще не сформировано. Ведь посмотрите по математике, как дети учатся. Они используют счетные палочки, они используют картинки, как можно больше наглядности в начальных классах, правда? И только потом начинают дети производить действия в уме, и в тетрадках постепенно идет переход. С языком та же самая проблема. Сложные абстрактные понятия нужно конкретизировать. Это первая проблема, а дети пока еще не готовы. Вторая большая проблема заключается в том, что, к сожалению, английский язык структурно с русским не совпадает. Но вы помните, русский язык — это язык синтетического типа. У нас отношения грамматические внутри предложений передаются с помощью приставок, суффиксов, окончаний. В английском языке суффиксация — далеко не самый продуктивный способ словообразования. От порядка слов очень многое зависит от предлогов, правильно? Поэтому приходится отдельно на память заучивать английские предлоги, иногда пытаться понять логику, почему, например, мы говорим на картине, а англичане говорят «end the picture». Правда? Один из самых распространенных примеров. Потому что у нас в языковой картине мира и картина, и какая-то картинка, она воспринимается как двухмерная, а англичан воспринимается как трехмерная. Если мы сейчас с вами начнем смотреть на идиомы, например, английские, то мы увидим, что они тоже совершенно другую картину мира рисуют языковую. Правда? Мы по-русски скажем «прохладный как…» У нас сочетаний особых нет, мы говорим «холодный как лед», а «прохладный» мы особо не говорим. А по-английски мы говорим «cool as a…» Кто вспомнит? То же самое Алла Викторовна комментирует. «In the tree» и так далее. «I'm angry with you». «Cool as a cucumber». Правильно. То есть вот такие вот примеры, которые совершенно рисуют другую картину мира. Поэтому детям, конечно, трудно. Что уж там говорить про то, что грамматика не совпадает. Посмотрите, дети на родном-то языке еще не изучали множество грамматических явлений, а мы им на английском пытаемся уже и должны объяснять. Правда? Более того, у нас есть такие явления в родном языке и в изучаемом, которые совершенно не совпадают. В английском языке полным-полно герундиев. Герунди – это очень популярный, очень продуктивный вид слова образования. В русском языке от глагольных существительных совсем мало. Да, у нас, конечно, есть такие слова, как «хождение», «пение». Правда, от глаголов «ходить» и «петь». Но не от каждого глагола мы сможем такие от глагольных существительных образовать. В английском языке практически каждый глагол может иметь герундией. Правда же? То есть самые разные вещи. Вот верно комментирует Галина Петрова, прошу прощения, что без отчества, что очень много исключений, которые затрудняют объяснение, и фразовые глаголы, которые приходится учить, и так далее. То есть это очень-очень сложные моменты, правда же? Вот как таким вещам обучить? Давайте посмотрим, как мы обучаем традиционно. Традиционно в начальной школе мы, например, если пытаемся объяснить детям, как образуется утвердительное предложение с глаголом «to be» в «present simple», мы им что начинаем говорить? Мы им говорим «дети для того, чтобы построить предложение в «present simple» с глаголом «to be», мы на первое место ставим подлежащее. В роли подлежащего у нас может выступать имя существительное или местоимение. На втором месте у нас глагол «связка», глагол «to be» в нужной форме. И затем, и тут мы уже детям, кто-то говорит, что это сложная часть составного именного сказуемого, кто-то говорит, что просто объект, на который направлен действие и так далее. Правда? Это очень-очень сложная вещь на самом деле. Для того, чтобы ребенку понять, правильно он построил предложение или неправильно, ему приходится провести сразу два вида анализа. Ему приходится провести анализ морфологический, а к какой вообще части речи относится это слово, это местоимение, это существительное, это глагол, может оно вообще быть на первом месте в утвердительном предложении или не может. А второй анализ, который ребенку приходится провести, это анализ синтаксический. Что это? Подлежащее, сказуемое и так далее. То есть очень много вещей, которые дети вынуждены изучать на иностранном языке, на уроке английского языка, а на родном языке они пока еще не знают этого. Вот здесь нам теория Гальперина как раз помогает преодолеть это противоречие. За счет чего? За счет того, что Мирем Забадовна Бибалетова ввела в обучение грамматические модели. Кстати, те из вас, кто изучал немецкий язык или знакомый с учебниками по немецкому языку, который писала Инесса Львовна Бим, вы знаете, что грамматическое моделирование используется и в тех учебниках тоже. Так вот, грамматические модели как раз и позволяют решить несколько задач. Первое, они помогают обучать тем самым обобщенным действиям, о которых говорит Петр Яковлевич Гальперин, и конкретизировать сложные абстрактные понятия. Более того, грамматические модели позволяют уйти от очень сложной задачи, объяснить детям грамматику, причем терминов этих они еще на родном языке не знают. То есть, грамматические модели помогают решить вот эту вот задачу, решить проблему, точнее, несовпадение материала грамматического, который дети изучают на уроках родного языка и на уроках английского языка. И вот давайте поподробнее поговорим про работу с моделями, каким образом они работают и каким образом что происходит. Вот, кстати, интересно, что уже кто-то комментирует, модели очень помогают, грамматика идет на основе сказки, дети хорошо разбираются в моделях и значках и так далее. Но вы знаете, дело в том, что кто-то из учителей всегда говорит, что модели используют постоянно и они удобны, кто-то из учителей говорит, модели используют время от времени, кто-то предпочитает объяснять традиционными способами. Давайте мы с вами посмотрим как раз на эти модели, чем они нам помогают и как они работают. Ну, во-первых, способ работы следующий. Каждый новый модель, как только речь заходит о новом грамматическом явлении, учитель изображает на доске. Причем, чем эти модели хороши? Это же квадратики, треугольнички заштрихованные, не заштрихованные, и кружочки, и прочее. То, что можно написать и мелом, и маркером, можно игрушки использовать, можно из бумаги вырезать на магнитиках, прикрепить. Если интерактивная доска, на ней можно тоже писать. То есть это удобно для написания. Учащиеся опираются на модели при построении своих высказываний. Когда они формулируют вопросы, например, когда мы ученикам даем новый материал или закрепляем известное грамматическое правило. Что еще нам помогает с точки зрения моделей? Модели служат не только опорой для построения высказываний, но и средствами для самоконтроля учащихся. А вот теперь, если позвольте, я вам расскажу одну историю из практики, правда из практики не моей, но эту историю мне рассказала одна учительница. Была ситуация такая с моделями. Учительница приходит в класс, дети встают, она, естественно, их приветствует, говорит, о чем будет урок, выясняет, кто дежурный и так далее. То есть знакомый нам с вами организационный момент. Затем дети садятся, и учительница вдруг с удивлением обнаруживает, что за задней партой сидит завуч, которая пришла поприсутствовать на уроке. Скажите мне, пожалуйста, к вам приходят иногда на уроке поприсутствовать без предупреждения? Бывает у вас такое? Кто-то пишет да часто, кто-то пишет нет, кто-то пишет редко и так далее. Но вы знаете, как правило, задача завуча как раз контролирует, как ведутся уроки, поэтому обычно составляется график посещения, который вывешивается в учительской. И мы всегда знаем, когда к нам кто на урок придет, правда? Вот кто-то пишет, обычно предупреждают, иногда без предупреждения. То есть самые разные ситуации, правда же? То есть, как правило, график посещения вывешивается. И, естественно, уж если у нас получается вынужденно открыт урок, мы стараемся что к нему подгадать. Или начало темы, какой-то ввод материала, правда? А что такое ввод материал? Мы здесь можем показать, каким мы арсеналом методическим владеем. И так мы вводим, и так показываем всячески. Или завершение темы, когда уже дети в теме поработали, они овладели и могут сами им аналогические высказывания выдать, идеологическую речь и прочее. Правда? Ну, кто-то пишет, Татьяна Владимировна, коллеги часто заходят без предупреждения. Вот у каждого свое, своя ситуация в школе. Так вот, как мне рассказала эта учительница, у нее был третий урок новой темы. Что такое третий урок новой темы, вы и сами прекрасно представляете. Первый урок, он зрелищный, мы только вводим информацию. Второй урок, он менее зрелищный, мы немножко дополняем информацию и начинаем ее отрабатывать новую. А третий урок, он как раз посвящен отработке. И с учетом того, что ЗАОЧ не была специалистом по английскому языку, понятно, что отработка может быть и механической, более изобретательной, но тем не менее она не очень зрелищно выглядит. Правда? То есть вот такая ситуация возникла. Учительница говорит, я, говорит, не знаю, что мне делать. Потому что, конечно, мелькнула сначала мысль вернуться к предыдущей теме, там, где дети могут себя показать, и попробовать повторить материал. Ну, во-первых, вы сами знаете, что это такое, попробовать вернуться к теме. Во-первых, это значит пропустить целый урок, который потом надо за счет каких-то резервов нагнать. Во-вторых, дети сильно удивятся, почему мы вчера говорили или на прошлом уроке об одной теме, и вдруг мы вернулись к тому, что прошли. А потом вы с нами знаете, какие бывают дети. Некоторые дети из лучших побуждений решат помочь учительнице и скажут, а мы это уже делали, мы это знаем прекрасно. Правда? То есть бывают такие ситуации. И тогда учительница поступила таким образом. Она на доске написала несколько моделей, три модели, по-моему, как она сказала, и попросила детей по очереди выходить к доске и рассказывать что-то на основе этих моделей, построить предложение, используя новую лексику. А дело в том, что модели чем характерны? Одна и та же модель, она грамматическую структуру одной и ту же обозначает, но семантически и лексически она может быть наполнена совершенно разными вещами. Почему? Потому что с помощью модели мы детям объясняем, например, квадратика, действующее лицо. А действующим лицом у нас может быть и я, и мы, и вы, правда? И медвежонок, и дождик, и так далее. То есть лексика может быть разная. И это может быть, например, просто a bear, а это может быть a big bear, и так далее. То есть прилагательный может туда добавиться. Так вот, если у детей написать на доске 2-3 модели, то ребенок легко по каждой из моделей может выдать 2-3 предложения. То есть дети выходят и начинают рассказывать. Каждый ребенок выдает по нескольку предложений, таким образом повторили лексику, а затем вернулись к тому, как учительница запланировала проводить урок. После этого урока зауч подошла к учительнице, говорит, «Ой, надо же, как они у вас говорят хорошо, целые монологи выдают, как у вас здорово прямо». И говорит, надо же, совсем без опоры. То есть зауч даже не уловила, что у детей опора как раз и была на доске написана. Только опора была не лексическая, а опора грамматическая. Я вас, конечно, коллеги, не призываю к тому, чтобы обманывать заучей и делать вид, что дети без опоры говорят, но тем не менее, посмотрите, средство оказывается довольно эффективным. Во втором классе, я бы хотел подчеркнуть, «Учитель не объясняет, как рекомендуют авторы, что фигуры обозначают те или иные части речи». А вот такие объяснения вводятся как раз в третьем и в четвертом классах, когда дети уже на родном языке успели познакомиться с частями речи. И вот эти вот инструкции по тому, как объяснить модель, как ее ввести и так далее, они все даны в поурочных рекомендациях. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, абсолютное большинство моделей дается во втором классе. В третьем классе только семь моделей добавляется. Причем я сниму учебник с полки. У нас все модели объясняются вот здесь на форзаце учебника. То есть вся информация дается, ребенок может посмотреть в любую секунду и поработать с ними. Модель иллюстрирует морфолого-семантические связи на уровне предложения, как я уже говорил, и каждый из компонентов модели может обозначать целую синтагму. То есть не просто a bear, вернемся к нашему примеру, это может быть a big bear, a black bear и так далее. A slim cat, a fat cat и прочее. Грамматические модели позволяют развивать у младших школьников умения анализа и синтеза информации. А это те самые анализы, умения, которые требуют от нас новые стандарты обучения. Если вы откроете в ГОСТ, то там как раз говорится, универсальные учебные действия включают в себя как раз умения анализа и синтеза информации. Также стандарт от нас требует, чтобы мы развивали у детей умение работать с знаковыми символами передачи информации. Это опять же модели, поскольку они передают информацию как символы. И умение самоконтроля. А самоконтроль здесь простой. На доске модели написано, если ребенок сказал что-то неправильно, мы привлекаем его к этой модели, к нужному кусочку ее, к нужному компоненту, и ребенок может поправиться. Илья Шакиров спрашивает. А не получается так, что мы таким образом вкладываем в содержание квадрат то же, что и в подлежащее? Зачем тогда переходные формы, символы эти? Здесь вот какая ситуация. Зачем переходные формы? Затем, что дети пока еще во втором классе не очень хорошо умеют ориентироваться. В подлежащем, например. А причем подлежащим-то может быть и имя существительное, и местоимение. То есть, для того, чтобы дать детям опору, чтобы не было необходимости проводить сразу два вида анализа, детям пока еще тяжело. Мы вот эти модели в начальной школе и используем. А начиная с пятого класса, объяснение идет совершенно традиционным путем. Вот пишет Владислав. У меня все модели в электронном виде в презентациях. В этом году использовал первый раз со вторым классом. Результаты отличных. К концу года дети уже без опоры на них говорили. Вот то, что пишет Владислав, как раз прекрасно иллюстрирует теорию Гальперина. О том, как развиваются действия образовывающие, когда дети сначала говорят с опорой, потом прекрасно начинают обходиться без опоры. Вот давайте мы с вами посмотрим таким образом еще раз на функции моделей и перейдем к конкретным примерам. Что же нам может помочь? Не секрет, что многие учителя моделями пользуются нечасто по одной простой причине. Кому-то неудобно делать карточки, кто-то не любит писать на доске, кто-то не видит особого смысла. Ну, про смысл я надеюсь, я вам рассказал. Давайте посмотрим на то, какие функции у модели есть. Во-первых, это функция обобщающая. То есть модель, как я уже говорил, обозначает большое количество фраз с одинаковой структурой, но разных по лексическому наполнению. У модели есть функция планирующая. Ученик сам конструирует фразы и планирует свое высказывание, опираясь на модель. Пример я вам привел с посещением урока. И есть функция контролирующая, когда ученик может сам найти ошибку с опорой на модель. Я бы хотел прочитать комментарий Юлии Александровны Шевелевой. Главное – это регулярность использования модели. Если время от времени, то все зря. Совершенно верно. Системность – ключ к обучению. Правда, если мы систематически используем какие-то приемы, они начинают работать. Вот если время от времени, то они не очень работают. Вот кто-то хорошо пишет. Параллельно даю и фигуры, и подлежащие сказуемые. Они уже знают их постепенно. Так тоже можно работать, потому что вы как раз с помощью модели все равно помогаете вот эти вот значения конкретизировать. Правда? Что еще? По моделям деткам легче строить предложения. Действительно, это правда, так и работает. Система нужна. Ну, хорошо, раз с этим все согласны, пойдемте дальше. А вот теперь давайте посмотрим, что же нам может помочь в обучении грамматике. Кроме той информации, которая заложена в печатном ОМК в бумаге, то есть учебник, книга для учителя, то, на что мы опираемся, и рабочая тетрадь, у нас с вами есть обучающие компьютерные программы, электронные приложения. Что у нас существует? Ко всем учебникам курса Enjoy English есть такие электронные учебные пособия. И для начальной школы это диск интерактивной плакаты. Для второго и четвертого классов один единственный диск для всей начальной школы. Это диск Enjoy Rebusy, который помогает обучать алфавиту. И вот этот диск, пожалуй, можно использовать и с любым другим курсом английского языка, не обязательно только с Enjoy English. И, наконец, это обучающие компьютерные программы Enjoy English для второго, третьего и четвертого классов. Сейчас вышли вторые версии. Разработчики, по секрету вам скажу, думаю, что Ольга Владимировна дополнит меня чуть позже, работают на третьей версии. Но вот во второй версии как раз появился отдельный раздел, который называется «Грамматические модели». Давайте мы посмотрим на то, каким образом эти обучающие программы работают. Вот пишет Ольга Федоровна Балкунова, к учебнику второго класса прилагается очень хорошее электронное пособие. Ну, вот эти вот вещи, пишет Юлия Маркова, «Супер вещь». И эти диски существуют не только ко второму классу, но и абсолютно ко всем учебникам всего курса. Альбина Шерифулина пишет. «Раньше не пользовалась моделями, но с этого учебного года начну. Спасибо». Ну что ж, давайте мы с вами, коллеги, посмотрим, каким образом модели помогают. Задают вопрос, а вторая версия сильно отличается от первой? Вторая версия очень существенно дополнена. Там появился новый раздел «Грамматические модели», и вторая версия по количеству упражнений фактически в два раза больше. То есть у вас появляется больше выбора и возможностей с этим работать. Ольга Александровна Цветкова. «Не могу приобрести электронные пособия в интернет-магазине». Ольга Александровна, на сайте englishteachers.ru есть вкладочка «Интернет-магазин», и там можно эти электронные пособия на englishteachers.ru именно купить с электронной доставкой. То есть вам не надо будет ждать почту, пока она диск привезет, как почта работает иногда, мы все с вами знаем. А вы сможете скачать установочные файлы и получить код активации. Поскольку диск лицензионный, то это все происходит мгновенно. Юлия Кривоногова из Тольятти пишет. «Некоторые родители хотят помочь своим детям в изучении языка, а модели избивают с толку, и непонятно, как по ним работать. Поэтому я в сентябре на первом собрании у своих второклассников провожу ли без для родителей». Замечательная идея, потому что родители действительно многие помочь хотят, и им желательно помочь. Ну что ж, пойдемте дальше. Давайте мы посмотрим, каким образом обучающие программы позволяют обучать грамматике, поддерживают это обучение. Во-первых, модели у нас предъявляются, объясняются детям. Они предъявляются в интерактивных плакатах на диске, и, естественно, в электронных пособиях Enjoy English для 2, 3 и 4 классов. Но, кроме того, с помощью модели отрабатывается грамматический материал в каждом электронном пособии Enjoy English и для 2, и для 3, и для 4 классов. А вот теперь посмотрим на примеры. Я вам покажу примеры двух упражнений из обучающих компьютерных программ, чтобы мы увидели живьем, как они работают. А остальные примеры я сделал в виде скриншотов, чтобы нам сейчас не тратить время на загрузку видео и так далее, чтобы вам было удобно. Итак, вот перед вами пример из интерактивных плакатов. Дети изучают The Present Simple Tense, вопросительные предложения с модальным глаголом can. И посмотрите, перед нами появляется модель. Мы с детьми вместе можем выбрать, я вот сейчас курсором провожу, у нас выпадающее меню, и мы видим, что модель одна и та же, а местоимения у нас могут меняться. Вот он, этот квадратик, который подлежащий обозначает правду, и мы с разными местоимениями работаем. И вот у нас интерактивные плакаты. Мы выбираем местоимение, модель увеличивается, мы слышим, как произносится это предложение, и у нас выделяется глагол can модальный, и местоимение ставится то, которое мы выбрали. Если мы выберем другое, у нас та же модель появится с нужными местоимениями. У нас есть задание на нахождение соответствия между моделью и текстом. Но дело в том, что грамматика — это информация о языке, а нам же нужно, помимо всего прочего, развивать у детей коммуникативные умения в разных видах речи, правда, и рецептивные, и продуктивные умения, и аудированием заниматься, говорением и так далее. Поэтому у нас есть упражнения и на аудирование, и на говорение, у нас есть опоры, вот эти модели используются, и на чтение. Сейчас перед вами упражнения из обучающей компьютерной программы к учебнику для второго класса. Посмотрите, задание следующее. Послушай предложение и щелкнем на правильной модели. Дети слушают предложение и определяют, какая модель правильная. Если ребенок правильно выбрал эту модель, вот посмотрите, у нас жираф, у нас S, то есть третье лицонецное число, у глагола окончание прибавляется, правда, то мы перед собой видим бонус, маленький мультик, анимированный ролик, крохотно интересный. И поскольку эти ролики, они каждый раз новые, их компьютер случайно выбирает из большой базы, то детям интересно посмотреть, как будет правильно. Если ребенок сделал упражнение неправильно, то никакого бонуса он не получит. То есть не создается стимуляция, вот выполни упражнение все равно как, тебе обязательно будет награда. Награда приходит только за правильно выполненное упражнение. Есть посложнее у нас задание в том же втором классе. Посмотрите, послушай рассказ и щелкнем на правильной модели. То есть теперь ребенок работает уже, анализирует предложение, анализирует грамматику не на уровне предложения, а на уровне небольшого текста. И если он выбрал правильно, то опять же будет бонус. Если выбрал неправильно, то неправильно выбранная модель просто будет зачеркнута. Есть у нас упражнение и на чтение. А давайте-ка мы с вами попробуем проанализировать это упражнение и попробуем определить, какая же модель правильная. Я сниму с полки учебник для третьего класса. Еще раз подчеркну, все модели у нас написаны на форзации. Это квадратик незаштрихованный, это у нас действующее лицо. Квадратик заштрихованный, это объект, на который направлено действие, либо какое-то качество. Что мы еще видим перед собой? Треугольничек. Вот видите, слева треугольничек, в котором вертикальная полоса, это глагольное сочетание have got, или если там буква S появляется has got. Треугольничек со стрелками, это глагол связка. И простой треугольничек, это глагол, который обозначает действие, чувство, состояние. Итак, все уже, пока я рассказывал и смотрел на учебник, все уже пишут, что первая модель правильная. Давайте-ка проверим. I have got a friend. Верно. His name is Victor. Верно. He is strong. Тоже верно. He is not lazy. Тоже правильно. He can't, треугольничек за заштрихованный модельный глагол, run well. Верно. He can't swim well. We play together. Совершенно верно. Абсолютно правильно. Посмотрите, как у нас с вами хорошо получилось сопоставить. Во втором классе есть и такие учебники, упражнения, когда мы учим детей не только понять модель и соотнести с текстом, но и составить модель текста. Посмотрите, у нас с вами целый текст дается. Jill has got a pet. It is gray. It is not angry. It can jump. It can't swim. Дети. Напротив текста у нас есть модели. Дети составляют в нужном порядке предложения. То есть получается, что на каждое предложение ребенок составил по модели. Правда же? И когда у нас проверяется вот это вот задание, то проверяется каждое из предложений конкретно. То есть проверка идет довольно мощная. Ирина Шаповалова задает вопрос, как организовать работу с АКТ в классе, где один компьютер. Я сейчас расскажу про это. Римма Сорокина. Электронное пособие на уроке у меня на УРА у детей. Мотивация еще какая. Составление модели текста. Третий класс. Посмотрите. Вот здесь посложнее модель, потому что у нас есть дистракторы. Вот посмотрите. У нас есть жираф, треугольничек и S3. Третий лицо. Значит, у нас будет с третьим лицом. Да? To – глагол и у нас обстоятельства времени. Давайте посмотрим, какие можно предложения составить. Посмотрите, у нас подлежащее. My friends like to read on Tuesday. И she likes to read on Tuesday. Какое будет здесь предложение правильное? She likes. Правильно. А почему? А потому что у нас жираф и третье лицо – единственное число. Правда? Совершенно верно. Пойдемте дальше. Пример из третьего класса. Составление модели. Задание. Look at the module and make the sentence. Точно так же. У нас есть модель. Мы по ней составляем предложение. И проверяем, правильно оно или неправильно. Опять же, обращая внимание, на третье лицо – единственное число, а с этим проблемы постоянно бывают. Вы знаете, когда студенты приходят на ИНЯС, и начинаешь с ними работать, та же самая проблема. Постоянно третье лицо – единственное число забывают о кончании S. Приходится напоминать. Вот если они работали по моделям в начальной школе, то объясните, но раз бывает проще. Морфолого-семантические связи, как я уже говорил, внутри предложения. Помните, мы говорили о том, что у нас каждый элемент модели может быть совершенно разным по наполнению лексическому, но иметь тот же самый смысл в предложении, функцию выполнять и иметь грамматическую нагрузку одинаковую. И посмотрите, вот у нас есть задание «Drag the words into the table». Задание выполнено частично. Мы еще не дошли до стадии проверки. То есть дети растаскивают как раз слова, глаголы к треугольникам, глаголы связки вот сюда, и объекты в первую графу. И затем проверяют себя. Вот совершенно верно кто-то сказал, хорошо бывает удобно работать, когда, если только у вас один компьютер, например, вы на экран проецируете это упражнение, дети послушали, вы колонки включили, дети послушали задание, и выполняют его, говорят, что вам делать, а вы как довязанность секретаря выполняете, то есть вы действием детей следуете. Вот в третьем классе чуть-чуть посложнее, посмотрите, модели появились, которые означают целое сочетание, например, he must, и так далее, my mom walks, it plays, и прочее анализируем. То есть упражнений для работы, а для отработки довольно много. Я хотел бы сказать одну важную вещь. Ни одно упражнение в обучающей компьютерной программе не повторяет упражнение из бумажного учебника. Это тот же самый грамматический материал, это тот же самый лексический материал, но упражнения абсолютно новые. Поэтому, если вы, например, не имеете возможности работать с обучающей компьютерной программой в классе, далеко не всегда у нас бывают технические возможности, то вы вполне можете порекомендовать родителям, тем, которые хотят помочь своим детям, чтобы они эту программу использовали дома. Дети не будут дублировать уже пройденный материал, они будут отрабатывать лексику и грамматику, но на совершенно новых упражнениях. К тому же у нас есть еще один очень важный принцип. Принцип следующий. Как только вы запускаете упражнение снова, одно и то же, компьютерное, перед вами будет появляться немного новые задания. То есть одно упражнение можно выполнять несколько раз. Поэтому даже если вы упражнение сделали в классе, вы можете детям задать дом и сделать его еще раз, перед детьми будет появляться новый вариант заданий. То есть в отличие от бумаги, когда на бумаге вы все написали в рабочей тетради, или, не дай бог, вам достался учебник прошлого года, и дети там уже ручкой чего-то подписали, и это упражнение бесполезно выполнять, да еще и в решебниках скачали. Обучающие компьютерные программы как раз решают проблему решебников, потому что они каждый раз, когда вы запускаете упражнение, генерируют порядок заданий, и те, которые дети увидят на экране в данном упражнении, случайным образом. То есть это невозможно предсказать, это невозможно списать, это можно только выполнить осознанно. Вот кто-то хорошо советует, можно тренироваться в группе продленного дня, верно, и есть контроль. Действительно, контроль есть, причем контроль чем хорош? Во-первых, программа ребенку показывает, правильно он выполнил или неправильно, а во-вторых, ну это уже начиная с пятого класса, про это Ольга Владимировна подробнее скажет, и я думаю, что это и в третьей версии у нас будет, у нас есть электронный дневник, когда записывается, какие упражнения дети выполнили, с каким результатом, сколько они его выполняли по времени, и так далее. Посмотрите, как мы еще работаем. Вот такое задание. Drag the correct answers to the models. Дети должны проанализировать модели, это все модели вопросительных предложений, помните, по программе мы должны разным типам вопросов детей обучить. И посмотрите, мы подтаскиваем модели к тем, вернее, мы подтаскиваем ответы к моделям тех вопросов, на которые может содержаться ответ. Вот здесь у нас S, треугольничек, да, и глагол has got. Поэтому has he got что-то там, объект любой может быть, ответ yes, he has. Тут у нас S больше нету, но у нас есть модальный глагол, правда? Can кто-то что-то делать, поэтому здесь будет yes, she can, и тут have got, опять же срабатывает вот эта вот модель. Выпросительные предложения четвертый класс. Посмотрите, здесь опять упражнение на аудирование, и задание следующее. Listen to the answer and click on the correct nodal of the question. То есть, если мы до этого анализировали модель вопроса и ответ подбирали, то сейчас мы слышим ответ и должны понять, какой вопрос был задан, каким образом он грамматически выражен, как он работает. То есть, вот такие вот вещи. И посмотрите, естественно, мы конструируем предложение, продолжаем в четвертом классе. У нас первое упражнение. Попытались мы выполнить первое задание. Второе, третье и четвертое пока еще не сделано. Задание следующее. Click on the words to make the sentence match in the model. Посмотрите, пожалуйста, на первое предложение. Оно правильно выполнено? Соответствует оно модели или не соответствует? Не соответствует. Елена Анатольевна первая ответила. А почему не соответствует? Грамматически правильное. Да, they like to play in summer. А что там не так? Обстоятельство времени, пишет Ирина Царевна. Совершенно верно. По модели оно должно быть в начале. In summer they like to play. Правда? А здесь ребенок написал другой порядок слов. Совершенно верно. Не могу не удержаться. Уссуриз в комментарии. Светлана Саринова пишет. У нас... У нас тоже только один класс. Мне повезло пропиарить для балета. Вот живу с ними и радуюсь. Ну вот это действительно правда. Людмила Викторовна пишет. Запрещать пользоваться решебником все равно невозможно. Я разрешаю списывать. Только если все, что они пишут, могут прочитать и объяснить. Вы знаете, как раз обучающие компьютерные программы помогают решить проблему решебника. Если вы знаете, что дети делали домашнее задание, и они его наверняка списали, ведь действительно правильно Татьяна Михайловна Шелестова прокомментировала. Ну не обмануть учителя. Мы прекрасно знаем, может ребенок что-то сделать или не может. Правда? Так вот, если дети что-то списали, вполне можно запустить обучающую программу к этому уроку на том же лексическом грамматическом материале и сказать, а сделай-ка нам в классе. И поставить ребенку оценку за то, что он в классе сделает. К программе заучить заранее готовые ответы невозможно. К счастью. То есть вот такая проблема решается. Илья Шакиров спрашивает. Я слышал, что некоторые диски с программы Canjo English можно проигрывать на обычных CD-проигрывках, как аудио. Подскажите, какие именно? Это электронные приложения к 10 и 11 классам. Они содержат аудиодорожки. То есть их можно использовать просто в качестве аудиодиска. Плюс в 10 и 11 классе вы найдете на дисках скрипты. Вы сможете эти тексты посмотреть, прочитать, распечатать для аудирования. Там же есть дополнительные по-юнитной контрольной работы, которые вы можете использовать в качестве тренировочных, например. И там же есть электронный англо-русский словарь. Плюс графический материал для проектных работ. Пойдемте дальше. Пишет Галина Мизонова. Можно детям сказать, объясни, как ты выполнил задание. Расскажи своим одноклассникам. Действительно, вот здесь как раз анализ действий. И это совершенно та самая работа по Гальперину, которую помогают нам выполнять грамматические модели. Конечно, мы работаем и традиционным образом. Вот если мы посмотрим с вами на примеры из новых обучающих компьютерных программ, то мы увидим, что в 5 классе, например, материал уже подается без модели традиционным образом. Например, задание следующее. Choose and click on the correct verbs. То есть мы здесь учим детей находить разницу между глаголами could и may. Дети смотрят предложение в выпадающее меню и выбирают. Естественно, у нас есть задание и в традиционном формате, которое помогает детей подготовить не только к стандартизованным экзаменам, но и к российским, например, ГЕ и ЕГЭ, но и к международным экзаменам. Посмотрите, например, задание следующее. Drag the missing words into the text. Давайте-ка мы с вами посмотрим в видеозаписи парочки упражнений, из диска для 5 класса. Сейчас перед вами должно появиться видео. Пожалуйста, напишите мне, как только видео перед вами появится. Вот Галина Петрова правильно пишет. За 45 минут невозможно просить объяснить выполнение заданий. Всех детей действительно не попросишь. Поэтому, наверное, обучающая программа лучше сработает. На контрольной сразу видно будет, кто весь год в решебнике делал. Верно, но проблема с контрольной в том заключается, что, к сожалению, если мы детям вынужденно ставили оценки за списанные задания в течение года хорошие, а потом на контрольной поставили низкую, то вы сами понимаете, родители пойдут к руководству школы и так далее, и начнут выяснять, а почему такая разница. Правда? И нам объяснить сложнее. Поэтому нам нужно либо какое-то портфолио набирать у ученика, либо, как я уже говорил в обучающих компьютерных программах с 5 класса, начиная электронный журнал, когда мы можем показать, что дети делали реально и как. Ну что ж, давайте посмотрим на то, как упражнение выбирается. Вот то самое задание. Choose and click on the correct option. У нас появляется слово, и нам надо понять, оно в предложении выполняет функцию глагола или существительного, по форме это одно и то же. Например, I'd like to book tickets to London for two people, или how do you find the book I gave you yesterday. Это те самые умения анализа, но теперь дети уже к этому готовы, и здесь уже анализ и морфологический, про который мы с вами говорили, и синтаксический анализ тоже вполне может помочь. Правда? Поэтому вы видите, как все это делается. Довольно просто, но зато это упражнение. Продолжение следует... Я сделаю лексики и грамматики на ЕГЭ, потому что для того, чтобы понять, какое слово нужно подставить, и вот если мы правильно упражнение выполнили, то перед нами появляется бонус. Все это, конечно, под музыку звучит, но здесь мы музыку показать не можем, чтобы не забивать интернет-канал, показываем просто видео. Так вот, посмотрите, что интересно получается. Как раз очень хорошее упражнение, потому что для того, чтобы понять, какое слово и в какой форме необходимо поставить в предложение, и это задание и является ключом к словообразованию, и к выбору нужных слов, ребенок должен понимать, а какая, собственно, функция в предложении у этого слова выполняется, и что это вообще по части речи. Давайте мы с вами посмотрим еще одно упражнение. Точно так же, сейчас перед вами должно появиться изображение видеокартинки. Вот уже комментирует упражнение. Супер, очень удобно и здорово. Действительно, и вы знаете, что хорошо. Удобно еще и то, что дети это упражнение выполняют, а у учителя появляется такая редкая возможность с минуточку спокойно посидеть и подышать чуть-чуть. Вот, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, каким образом у нас меню построено. Перед вами сейчас главный экран меню. Мы видим название юнита «Learning more about each other». И посмотрите, в левой колонке у нас отдельно выделено упражнение на фонетику, языковые игры, упражнение на коммуникацию, говорение и на грамматику. Поэтому мы четко можем выбрать тренировочное упражнение, которое нам требуется для того, чтобы отрабатывать именно тот аспект языка, который мы считаем нужным. И вот это вот такое удобное меню позволяет как раз обучение делать дифференцированным. То есть мы даем и в то же время индивидуализировать его. То есть мы даем детям те самые задания, которые нужны каждому конкретному ребенку, дополнительная тренировка. А поскольку у нас есть упражнение повышенной сложности, то мы можем решить, например, кому из детей нужно упражнение посложнее и как ему можно это дать. Ну что ж, давайте-ка посмотрим на то, каким образом выполняется упражнение. Довольно сложная задача. Click on the correct prefix to make a negative adjective. Дети выбирают нужную приставку для того, чтобы... То есть мы занимаемся словоборазованием для того, чтобы получилось отрицательное предложение. Посмотрите. Natural у нас должна появиться нужная приставка. Выбираем aggressive, non-aggressive. Perfect у нас будет, соответственно, imperfect. Правда? И так далее. Действительно, это вроде бы игра и вполне приятная, которая детей занимает. А вот у нас с вами бонус. А в то же время посмотрите, какая сложная работа. Насколько это интереснее, чем просто по колонкам расписывать слова. Правда? Много раз. А здесь нам и компьютер поможет, сразу покажет, что правильно, что неправильно сделано. Если мы снова запустим это упражнение, то у нас будут другие глаголы, другие у нас слова появляться. И таким образом можем отработать целый ряд приставок. Ну что ж, уважаемые коллеги. Я надеюсь, вопрос, а дневник результатов есть в пятом классе в программе? Да, в пятом классе в программе дневник результатов есть. Ну что ж, уважаемые коллеги, я сейчас готов уступить место в студии Ольге Владимировне Носенко. Ольга Владимировна вам расскажет коротко о том, какие направления у нас появляются в развитии. Программа «Что у нас нового» может скоро появиться. Обратите ваше внимание на то, что у нас нового вышло. «Где взять дневник результатов?» спрашивает Евгения. Ну что ж, вот сейчас вам как раз Ольга Владимировна и расскажет все эти моменты. И я призываю вас задавать вопросы ей как раз. Если у вас будут вопросы ко мне, я готов снова сесть под веб-камеру, рассказать вам еще какие-то. Но давайте послушаем автора и разработчик обучающих компьютерных программ. Спасибо. Продолжение следует... Программах, которые уже есть и которые выйдут. Сегодняшний вебинар посвящен в первую очередь обучающим компьютерным программам к учебникам начальной школы Enjoy English. Первая версия, тут вопрос несколько раз звучал, сильно ли первая от второй версии отличается. Первая версия этой программы была задумана как интерактивное мультимедийное приложение, опирающееся по факту на аудиоприложение, существующее к этим учебникам. Кстати, замечательнейшее приложение аудио записано в британской студии актерами, детьми, которые учатся в школе актерского мастерства. И мы ставили перед собой такую цель – заинтересовать ребенка, слушать это аудиоприложение еще и еще и еще раз. И таким образом заставлять его погружаться в языковую среду. Я надеюсь, что наши первые версии приложений свое назначение выполнили. После нескольких лет существования этого приложения стало понятно, что этого недостаточно. Необходимо помочь детям и преподавателям с тем, чтобы работать с грамматическими моделями. Это замечательная опора для формирования грамотных высказываний, опора для развития речевой деятельности ребенка и формирования грамматических навыков. И поэтому вторая версия у нас вышла, примерно вот Алексей Васильевич уже говорил, с два раза большим количеством упражнений, которые используют также британский звук, для того, чтобы специально именно вот эту сторону учебника осветить и всем помочь в работе. Но, естественно, тут вот вопрос, где купить вторую версию. Сейчас продается только лишь вторая версия к начальной школе. Все можно купить. Если вы заходите на сайт EnglishTeachers, открываете интернет-магазин, то именно на этой страничке вы найдете весь ассортимент, который только существует, обучающих компьютерных программ, к учебникам издательства «Титул». И цена самая низкая. И если вы выбираете этот товар как цифровой товар, то это самый быстрый способ доставки. Вы получаете в течение получаса, если вы оплатили карточкой или, допустим, со счета телефона каким-то таким мгновенным способом оплачиваете, то вы сразу же получаете архив этой программы и номера, серийные номера ко всем купленным вам программам. Теперь вот... Так. Почему не могу оформить электронную? Если у кого-то есть какие-то конкретные вопросы, давайте договоримся так. Вы напишите на форуме или, допустим, в личку мне на форуме напишите, я всем обязательно отвечу, если у кого-то есть какие-то конкретные технические проблемы. Бывает. Это использование, например, браузера Safari с интернет-магазином. Иногда бывают некоторые накладки. Тот, кто работает в опере, вернее, и в старой версии Safari, у тех бывают какие-то накладки. Теперь о третьей версии наших программ. Вторая версия очень большая, очень хорошая наших программ. Но чего в ней не хватает? Вы сами, по-моему, про это сказали. Вопрос возник. А где взять дневник? Да, мы упражнения в начальной школе создавали для того, чтобы решить, в первую очередь, мотивационную задачу. И поощрить ребенка, когда он хорошо выполняет, он получает бонус. Это оценивание, косвенное оценивание результата его работы. Но и учителю, и родителю, и самому ученику, в принципе, интересно знать, насколько эффективно он поработал. Сейчас мы работаем на третьей версии обучающих компьютерных программ к начальной школе учебников Enjoy English. Здесь будет оболочка, которая идет в наших последних приложениях. В ней есть и отчет о работе, когда учитель, ученик, родитель может посмотреть, а сколько времени ребенок выполнял каждое упражнение. Заходил он, не заходил в эти упражнения. Или он просто просидел перед компьютером. Какие оценки он получил. Упражнения классифицируются по виду деятельности. И это помогает учителям выстраивать индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. Что еще такое будет интересное? Мы постараемся в начальной школе включить проектные работы. Кроме оболочки, мы еще допишем традиционные формы упражнений, которых в данном случае в приложениях к начальной школе к учебникам Enjoy English не существует. Когда ждать третью версию? В 2014 году. Раньше этого не получится. Интернет-доступ есть в классе. Замечательно. У нас на сайте, на страничке демо выкладывается в бесплатном доступе упражнения, которые можно выполнять вместе со всеми. Конечно, оболочка есть только на дисках и полная версия программы на диске. Но мы подбираем материал по четвертям, выкладываем по четвертям. А если вы подпишетесь на программу для школ, на сайте есть информация, вы зарегистрируете себя как в школу, вы получите расширенный набор упражнений каждой четверти. Так, видео. Будет ли видео в приложении? Ну, скажем так, этот вопрос обсуждается, но на самом деле видео – это вопрос понимания. Наши, ну, скажем, мультики, давайте назовем их там. Так, это тоже своеобразное видео, которое содержится во всех наших дисках. Такой еще вопрос прозвучал. Как оплачивать покупку цифрового товара? Был вопрос. Цифровой товар вы можете облатить обычным способом, например, как банковский или почтовый перевод. Но в таком случае, пока деньги не поступят на счет издательства «Титул», вы не получите по электронной почте доступ к архиву для скачивания программы и номера. Если вы выбираете мгновенный способ оплаты, для этого можно пользоваться вашими банковскими картами, можно пользоваться телефоном, терминалом Киви, Яндекс.Деньги, очень много способов оплаты. В таком случае платеж проходит, ну, скажем, условно, мгновенно, и после этого сразу же вам на почту приходит, электронную почту, приходит письмо, в котором пересылаются серийные номера вашей программы и архив, который вы скачиваете, инструкция, пользуясь которой вы устанавливаете эту программу на том компьютере, на котором она должна работать. Один диск можно использовать, вопрос, от Ирины Царевой. Один диск можно использовать в компьютерном классе. Можно один, можно столько, сколько есть компьютеров. Значит, вот тут вот Нефедова Юлия писала, диски защищены от копирования. Но если буквально понять эту фразу, диски не защищены от копирования. Скопировать в этот диск можете для себя сколько угодно раз. Например, создать для себя резервную копию диска купленного. Но работает по одному серийному номеру, только на одном компьютере. Докупить любое количество номеров вы можете в любой момент через сайт EnglishTages.ru, интернет-магазине. И, собственно, можно выбрать цифровой способ доставки, чтобы вам лишние диски не присылали. Вы просто получите тогда номера по электронной почте. Диск для шестого класса ПАВГОС разрабатывается. Работа над ним идет. Он будет готов, мы надеемся, в конце 2013 года. В этом диске будут проектные работы, которые мы начали включать. Сейчас впервые проектные работы у нас были включены в диски для начальной школы к учебникам Happy English. Сколько стоит докупить серийные номера? Серийный номер стоит 293 рубля. Поэтому вы можете заплатить 293 рубля и купить серийный номер у нас на сайте. Серийный номер нужен для того, чтобы с этой программой можно было работать. Без серийного номера эта программа работать не будет. В 10 классе у нас нет пока дисков с обучающими компьютерными программами, а есть только к 10-11 классу электронные приложения. Так, какие еще есть вопросы? Так, я так понимаю, что основные вопросы... Сейчас я просмотрю еще чат. Так, дневник. Результаты распечатать, вложить в портфолио. Да, бесспорно, результаты можно распечатывать. Более того, как можно работать? Дети могут дома выполнять и распечатывать, например, отчет о работе дома и приносить учителю. И учитель может поставить оценку. Это там, где есть оболочка с дневником и отчетом. Такая оболочка будет к дискам начальной школы в 2014 году. Так. Про дневник результатов. Ну вот я, по-моему, рассказала уже, да, что дневник результатов... Во-первых, это выводится средняя оценка за выполнение всех упражнений по-юнитно, по-урочно. Если вы заходите в отчет выполнения упражнений, вы видите процент правильного выполнения заданий. И такой способ подачи информации дает учителю возможность самому выставить оценку. Потому что 85%, допустим, один учитель сочтет этого достаточно для того, чтобы поставить пятерку ученику, которого нужно поощрить и подтолкнуть к тому, чтобы он работал, показать, что он способен достигать высоких результатов. А кому-то 87% может быть четверка, если этот ребенок способен на гораздо больше. И у каждого учителя может быть своя шкала, немножечко разная, отличная от других, своя шкала оценивания. Так, какие еще вопросы? Покупать каждому ребенку? Надо покупать диск каждому ребенку. Так, это вопрос уже, конечно, не ко мне. Да, очень удобно, когда диск есть дома. И правильно здесь неоднократно говорилось о том, что сразу видно, работал ребенок с диском или не работал. Вы поймете по тому, как он работает на уроке. Есть результат, если он проделал упражнения дома, которые не совпадают с учебником по текстовому наполнению, но поддерживают, полностью соответствуют грамматике и лексике урока. Вы это мгновенно увидите на занятиях результат. Насчет New Millennium English. Диски, ну уж тогда заодно про все скажу. New Millennium English у нас сейчас есть, поскольку курс 1.0.0.0 к миле 4 диска, это интерактивные плакаты и диски ко 2, 3, 4 классам. New Millennium, 5, 6, 7, до начала учебного года выходят диски к 8 и 9 классу. 9 класс будет иметь очень хороший звук, ориентирован будет на подготовку ГИА, но в то же время содержать базовый материал, который позволит использовать его для того, чтобы проработать все материалы, которые даются в этом учебнике. Так, ну вот, наверное, и все вопросы, которые прозвучали. Я передаю слово, заключительное слово Алексею Васильевичу. Спасибо всем. Ну что ж, уважаемые коллеги, у вас была возможность пообщаться с Ольгой Вадимовной, которая не просто руководит командой разработчиков всех обучающих компьютерных программ, но и является тем человеком, который сделал это возможным. То есть вы получили информацию с первых рук. Мы планируем в дальнейшем продолжить говорить об использовании обучающих компьютерных программ для обучения различным аспектам языка и различным видам речевой деятельности. Мы про это подробнее поговорим. Я вам готовлюсь сейчас дать ссылку, чтобы вы могли скачать сертификат. У нас 221 участник, это большое количество, учитывая, что лето и отпуска. Пока я эту ссылку готовлю, это буквально полминутки займет, напишите мне, пожалуйста, из каких вы регионов, для того, чтобы просто посмотреть, сколько и откуда у нас людей собралось. Новый вебинар. Вебинар у нас планируется на август. Уже 1 августа я заранее готов анонсировать. Согласилась провести вебинар Марианны Юрьевны Кауфман. Она как раз будет говорить об обучении грамматики в курсе happyenglish.ru и там свои интересные особенности. Мы планируем на август еще ряд вебинаров. То есть мы стараемся и летом что-нибудь для вас интересное приготовить. Ну и, соответственно, с сентября вебинары станут гораздо более частыми. Кстати, обратите внимание, что к учебникам happyenglish.ru ко всем тоже есть обучающие компьютерные программы, если кто-то из вас или ваши коллеги по ним занимаются. То есть на самом деле, посмотрите, ко всем учебникам enjoyenglish есть обучающие компьютерные программы, ко всем учебникам курса happyenglish.ru тоже такие программы есть, и завершается работа, замыкается курс и millenium learning English. Ну что ж, уважаемые коллеги, пока вы пишете ваши регионы, я даю вам ссылку на сертификат для того, чтобы скачать. Я сейчас постараюсь выделить цветом, чтобы вам удобно было. Елена Анатольевна Журавлева спрашивает, почему нет предварительной регистрации. Елена Анатольевна, вся регистрация ведется онлайн. На август мы пока еще не объявили вебинары, мы это сделаем в начале следующей недели. Уважаемые коллеги, проверьте, пожалуйста, удается ли вам скачать сертификат. Еще раз вставляю. Для того, чтобы скачать вам надо... А, не срабатывает. Да, хорошо, сейчас мы заменим ссылку. Сейчас мы поправим. Здесь действительно у нас, сколько ни стараясь, всегда бывает с техникой какие-то моменты. Ну что ж, попробуйте вот по этой ссылке. Вот теперь пойдет. А Ксения Владимировна спрашивает, куда ссылку вставлять. Ксения Владимировна, вы можете сделать так. Можете кликнуть по ней правой кнопкой мыши и написать «Открыть в новой вкладке», либо выбрать в меню «Сохранить как». Работает. Отлично. Ну что ж, уважаемые коллеги, если вдруг не скачивается сертификат у кого-то, если есть какой-то сбой, напишите, пожалуйста, по адресу connect.englishteaches.au. Мы вам пришлем по электронной почте. «Действительно сертификат без печати», спрашивает Екатерина Викторовна. Екатерина Викторовна, сертификат специально выпущен на бланке, поэтому он действителен. Печать ставится на оригинал документа. Если вам нужен оригинал, вы тоже можете написать на connect с почтовым адресом. Ну, конечно, оформление такого сертификата займет определенное время, то есть, ну, наверное, к началу учебного года, если только сможем его прислать. Кстати, обратите внимание, пока вы скачиваете сертификаты, у нас есть, у нас упражнения из обучающих компьютерных программ, сегодня звучала об этом информация, выкладывается онлайн каждую четверть, и есть расширенный доступ для школ. И это доступ абсолютно бесплатный. Вы можете зайти через главную страницу по ссылке «Интерактив» и найти эти упражнения. Каждую четверть мы выкладываем именно на эту четверть упражнения. Конечно, это не все, что есть на диске, естественно, но, тем не менее, на уроках вы уже что-то использовать можете, попробовать и посмотреть, как это будет работать. Имя, фамилию сами вписываем от руки. Да, коллеги, вы распечатываете сертификат и вписываете ваше имя и фамилию. Так что вполне можно работать. Почему-то никак, пишет Наталья Ковынева. Вы можете... Напишите на connectenglish-teachers.ru, пришлем по электронной почте сертификат тогда. Можно онлайн работать? Да, с упражнениями можно работать онлайн. На каждую четверть выкладывается несколько упражнений из обучающей компьютерной программы, так что онлайн вполне можете сделать. Также вы можете в левой странице, в левом верхнем углу, скачать демодиск с упражнениями. На нем вы к каждому из дисков найдете еще несколько упражнений из обучающей компьютерных программ, и вы это тоже сможете использовать. Конечно, они не заменят полного диска, но понятно, что полные диски мы выложить не сможем полностью. Когда нежители России смогут купить в интернет-магазине книги и приложения, спрашивает Алла Викторовна. Алла Викторовна, к сожалению, пока не могу на этот вопрос ответить, мы над этим работаем. Насколько я понимаю, в цифровом виде вы можете купить обучающие компьютерные программы прямо сейчас, попробовать. Вот насчет бумажных, дело в том, что это связано с пересылкой за границу, с таможенными вопросами, поэтому там несколько посложнее. А в цифровом виде вы вполне можете оплатить с банковской картой и приобрести прямо сейчас. Ну что ж, уважаемые коллеги, я еще раз даю ссылку. На этом мы наш с вами вебинар заканчиваем. И ждите объявлений о вебинарах в августе. Мы их готовим. Продолжение следует...